Здравствуйте! Я всех рад приветствовать! На сегодняшней нашей встрече такая большая аудитория, но тем не менее все так кучненько собрались. Это так приятно, потому что обычно, когда ты входишь в аудиторию со студентами, они садятся так подаль, и ты чувствуешь себя бомжом в метро. А сейчас наоборот, все приближены, это очень приятно. И я рад очень тому, что мне выпала честь открыть, я так полагаю, целую серию этих мероприятий, посвященных психологии. И я честно должен заметить, что идея вот именно этого выступления и именно этой темы мифа о психологии, она принадлежит марку. Собственно говоря, он ее предложил, он ее сформулировал, и я ее только подхватил. Но в данном случае задача наша сегодняшняя заключается в том, чтобы в целом охарактеризовать психологию, а обсуждение мифов является только лишь поводом для этого. Этих мифов очень много, но я постараюсь выстроить их рассмотрение таким образом, чтобы максимально полно раскрыть специфику психологической науки. Здравствуйте. Итак, ну, коль скоро мы говорим о психологической науке, то, стало быть, первый миф очень прост. Психология – это не наука. Чрезвычайно широко распространенная точка зрения, причем, надо сказать, что аргументы в пользу того, что психология наукой не является, появились еще тогда, когда психологии не было как таковой. Если говорить о возможности изучения того, что мы классически называем предметом психологии, будь то душа, сознание, психика, разум, ментальные и когнитивные процессы и так далее. Еще Рене Декарт в свою бытность обозначил то, что человеческое сознание непостижимо и не может являться предметом научного исследования. Эта идея была сформулирована, собственно, в тот момент, когда и зародилась наука как самостоятельный институт. Рене Декарт полагал, что сознание доступно только вам, и вы можете быть лишь уверены в том, что вы являетесь его обладателем. Ну, вы – вашим сознанием. И в этом отношении вы не можете быть уверены в том, что я обладаю чем-то подобным. Ну, то есть, он же был сторонником точки зрения, которую мы называем механицизм. И он полагал, что вы сейчас, в данный момент, перед собой видите тело, которое расхаживает из стороны в сторону, что-то говорит, изрекает некоторые идеи. Но вы не можете быть уверены в том, что я обладаю психикой, сознанием, и то, что я являюсь субъектом психического отражения. Так же, как вы не можете быть уверены ни в ком другом, кто сидит рядом с вами. Вам доступно только непосредственно ваше сознание. Это важно. Декарт не отрицал того, что сознание, в принципе, существует, но оно есть только у вас. А почему его изучать невозможно? Ну, банально потому, что для исследования какого-то феномена мы должны выйти за его рамки и взглянуть со стороны. Объективно. А выйти за рамки вашего собственного сознания вы никак не сможете. И в этом отношении вы всегда его раб, заложник. И поэтому изучать его, соответственно, становится невозможным. Впоследствии психология асоцианизма 18, 19 и начала 20 века использовала метод интроспекции, который хвост и в гриву критиковали, и, надо сказать, совершенно обоснованно. Когда вы изучаете собственную психику, и очень многие и коллеги мои, и обыватели, вообще любые люди полагают, что, в принципе, психология так и осталась. Интроспекционная наука, если можно подобным образом выразиться. Потому что все равно вы не имеете доступа к психике другого человека. Ну, это для начала, если вы полагаете, что она есть. Может, ее и нет. В принципе, вообще. Когда вы спрашиваете другого человека, как вы ведете себя в тех или иных ситуациях, что вы переживаете, что вы чувствуете, приятно вам или нет, сильно ли вы страдаете, когда вас бьют током, и так далее. Это все самоотчет, фактически. То же самое, когда человек проходит те или иные тесты. В любом случае, он анализирует самого себя. А это означает, что неизбежно искажает. Эту же самую мысль выразил уже наш с вами современник, философ Томас Нагель в своей статье, которая называется «Каково быть летучей мышью?» «What is it like to be a bet?» Фактически он высказывает ту же самую мысль, что и Декарт до него. Он просто проводит иллюстративную аналогию, говоря о том, что нам недоступно постичь, как мышь, ведущая мышь воспринимает окружающую реальность. Мы можем изучить ее интеллект, например. Мы можем изучить, насколько хорошо она ориентируется в пространстве, насколько быстро запоминает нужную траекторию движения. Но мы не можем понять, каково ей видеть этот самый мир. Как вы знаете, мы с вами являемся обезьянами. И у нас ведущая сенсорная система – это зрение. Мы эволюционировали в течение долгого времени именно в этом направлении. А летучие мыши, фактически являясь слепыми, ориентируются с помощью эхолокации, спуская ультразвуки, отраженные, они их воспринимают и таким образом строят трехмерную модель реальности. Ну, можно сказать, что они видят ушами. И для нас, для людей, зрячих, надо полагать, это недоступно. Мы не можем понять, каково это быть летучей мышью. Получается, что если полагать таким образом, то даже не обязательно доходить до летучих мышей. Мы все с вами обладаем немножко разной физиологией, у нас немножко разные структуры мозга, у нас, ну, грубо говоря, разный фенотип. А это означает, что каждый из нас для другого является немножко летучей мышью, непостижимой и недоступной. Даже если, повторяю, мы признаем то, что психика все-таки существует. Некоторые авторы полагают, что ее вообще нет. Как, например, представители точки зрения именуемой элиминативный материализм. Ну, одним из представителей являлся Пол Карл Фейраббент, методолог науки, автор книги «Против метода и концепции эпистемологического анархизма». Он утверждал, что, по сути дела, как вам сказать, ну, вот существуют хорошие науки, или просто нормальные, правильные науки, которые с помощью объективных методов изучают реально существующие феномены. А в данном случае мы говорим, например, о биологии, о химии, о физике, то есть они исследуют естественную природу, окружающую нас. А есть псевдонауки. Ну, астрология, хиромантия, психология. Они паразитируют на белых пятнах, которые неизбежно остаются в силу того, что мы еще не в полной мене смогли постичь окружающую реальность. Ну, если взять, например, человеческое поведение, мозг, который этим управляет. Ведь Фейраббент называл себя материалистом. Он считал, что изучив то, как устроен мозг, мы можем полностью понять поведение человека. Ну, мозг большая штука. Десятки миллиардов нейронов и количество нервных связей еще в 10 тысяч раз больше. Сложная штука. И мы не знаем полностью, как он функционирует. Есть белые пятна. И вот на них как раз паразитирует психология. По сути дела, говорят сторонники этой точки зрения, вообще даже не существует научной психологии. Есть только поп-психология. Ну, то есть, грубо говоря, такая область, которая пытается с помощью обыденных и житейских терминов объяснить сложные явления. Если вы действительно посмотрите, то вы можете заметить, что большая часть научных терминов психологии, они же также нам легко применяются и в быту. Ощущение, восприятие, внимание, память, темперамент, характер, эмоции, воля, чувства, задатки и так далее. Этим всем мы пользуемся. И, по сути дела, есть только folk psychology, как он говорит. Даже нет этой самой психики. Есть только объективные закономерности. А ваша субъективность является иллюзией, которая вам кажется. Неважно, признаем мы или нет. Ну, допустим, мы признаем, что субъективность существует. Но как я могу изучать вашу субъективность? Изучать мозг можно. Вот он в черепной коробке. Ты взял его и оттуда изъял. Нарезал тоненькими слоями. Изучил цитоархитектоническую структуру. Или ты можешь наблюдать, как пробегает электрический импульс. Ты можешь изучить бедение сердца. Потому что это реально существующие материальные объекты. А психика. Понимаете, такая интересная штука. Вот прелесть психики заключается в том, что она, во-первых, нематериальна. Во-вторых, она не статична. Она не является каким-то объектом. Она процесс. И она еще, блин, субъективна. Может, мы изучаем то, чего нет? В этом плане очень интересно проводить параллели и обнаруживать, как мы, психологи, иногда сможем находить дружеские связи с физиками, которые занимаются, например, квантовой механикой. Потому что они изучают тоже то, чего нет. Ну, то есть, грубо говоря, микромир, который обладает совершенно уникальными свойствами. Ну, вот два одиночества нашли друг друга. Ну, мы сейчас не про них, мы сейчас про нас, про психологов. Можно ли изучать субъективные процессы? Вы просто почувствуете парадоксальность психологии как науки. Психология – это наука, которая выявляет объективные закономерности протекания субъективных процессов. Почувствуете кайф от того, насколько противоречиво это высказывание и выражение, по сути дела. Потому что любая наука стремится выявлять закономерности. Психология изучает субъективность. Можно ли это сделать? Психологи полагают, что возможно. Главное – не то, что психика субъективна, а главное – то, что она существует у каждого из нас. И если мы приложим необходимые усилия, то мы, соответственно, можем выявить некоторые общие свойства тех или иных субъектов, носителей психики. Главное – чтобы мы выбрали что-то, какой-то критерий для демаркации. Критерий, который позволил нам отличать одних от других. Этим, кстати, занимается дифференциальная психология как самостоятельная отрасль. Ну, возьмите любой. Ну, вот в данном случае у меня этическая моральная дилемма, проблема вагонетки. Ну, я думаю, что вы все знаете, что это такое. Едет поезд, и вы видите, что к рельсам привязан один человек, и поезд может раздавить либо одного человека, либо трех. Ну, вернее, если вы ничего не сделаете, то он раздавит троих. А если вы сможете переключить стрелку, то он поедет в сторону, где привязан только один, и, соответственно, троих вы спасете. Или даже, а, в данном случае у меня там четверых-пятерых, я смотрю на картинку. Безусловно, все люди будут оценивать как-то по-разному, и будут делать разные выборы. Ну, скорее всего, если мы даже возьмем достаточно большую выборку, то получится, что каждый ответит по-своему. Но у нас будет условно две группы. Кто-то будет переключать стрелку, кто-то этим заниматься не станет. И у нас появятся две группы. А что мы дальше можем сделать? Мы можем изучить индивидуальные особенности этих людей. Скорее всего, они очень сильно будут отличаться даже внутри одной и той же группы. У них будет разный возраст, у них будет разный темперамент, у них будет разный характер. Скорее всего, они будут совершенно разношерстными. Но, безусловно, мы найдем в них, помимо этого выбора, что-то еще общее. Причем, чем больше выборку мы возьмем, тем больше вероятность того, что мы сможем обнаружить некоторое сходство. А это означает, что мы сможем сделать главное. Ведь мы изучаем объективные процессы для того, чтобы их предсказывать. Предсказывать и прогнозировать. Таким образом, исследовав эту группу людей и выявив их общее свойство и их сходство, мы сможем в дальнейшем говорить, что человек с определенными индивидуальными особенностями, скорее всего, в данной ситуации сделает такой выбор. Ну вот, например, коллега, который исследовал этот вопрос, применительно к религии, религиозным взглядам человека, обнаружил, что люди, которые постулируют и именуют себя христианами, чаще всего в этой ситуации не делают ничего. То есть не переключают и гибнет больше людей. Нежели, если бы они вмешались. Это связано, понятно, с религиозными взглядами. Здесь уже вопрос спекуляции, как это объяснить. Но то же самое касается и другой группы. Мы можем выявить некоторые общие свойства этой группы людей. Стало быть, мы можем обобщить, сделать некоторую концепцию о том, как они себя поведут. Ведь в конечном счете, и я об этом скажу еще несколько позже, главная задача наша – определить и, возможно, предсказать поведение человека, если это позволяет наши методы. О методах тоже отдельная проблема, причем достаточно существенная. Но, по крайней мере, мы можем претендовать на то, что путем обобщения и исследований большой группы людей мы можем делать вывод и предсказание об их психике и, соответственно, об их поведении. Но это еще не все. Есть такой стереотип, что психология – это наука гуманитарная. Ну, как стереотип? На самом деле, многие мои коллеги даже будут так утверждать, что психология – это гуманитарная наука. Давайте разберемся. В массовом сознании я вот прям сегодня утром читал лекцию, и я обращаюсь к студентам и говорю, слушайте, ну вы же знаете математику, вы можете посчитать. Я говорю, ну что вы от нас хотите, мы гуманитарии. И как-то прям очень это уничижительно звучит, потому что, ну, кажется, что гуманитарии, они какие-то недоученые, что ли, или недоспециалисты. Даже если взять в массовом сознании, когда какая-нибудь дама говорит о своем ребенке. Ну, например, у меня вот у Васеньки не очень хорошо с математикой, с физикой, с химией, но он у меня гуманитарий. Звучит так, как будто, ну что вы хотите, он у меня дурачок. И как-то это так неприятно, потому что все ассоциируют твою науку с гуманитарной сферой, а получается, что она несерьезная. Ну, как многие коллеги из области биологии, ну, у меня в основном такие, говорят, что вот есть науки естественные, а есть противоестественные. Куда относится в данном случае психология? И это как-то так очень угнетает, это печально. Но давайте разберемся в нюансах. Я берусь доказать то, что все-таки психология – это действительно и гуманитарная, и естественная наука. И в этом смысле гуманитарная, она даже свыше естественной. Она обладает некоторым бонусом. Потому что если мы остаемся в лоне того подхода, который я только что изложил, стремление выявить некоторые общие закономерности, которые характерны для большой группы людей, то мы не можем называть еще себя психологами в полном смысле этого слова. Естественно, научный, или, как его очень часто называют, нематетический подход всегда нацелен на объяснение реальности, то есть на выявление общих закономерностей, которые характерны для большой группы явлений. Ну, в нашем случае это будут люди. Ну, или не люди, может быть, это и животные. Ну, то есть носители и обладатели психики. И тогда мы в некотором роде, получается, пренебрегаем индивидуальными особенностями. Мы выявляем общие тенденции, общие закономерности. Ну, вот представьте себе, как выглядит в основном естественно научное, нематетическое познание. Мы всегда берем группу. У нас есть некоторое множество объектов А, которые, ну, в моем примере сейчас будут подразделяться на два подмножества. Объекты подмножества А1 и объекты подмножества А2, которые определенного свойства не имеют. У А1 свойство В есть, у А2 этого свойства нет. Также нам известно, что все объекты подмножества А1 имеют свойства Д и Е, а объекты подмножества А2 этого свойства не имеют. Какую гипотезу мы можем выдвинуть? Мы можем предположить, что эти свойства связаны друг с другом, то есть, что свойства В связаны со свойствами Д и Е. Ну, потому что везде, где есть первое, есть и два других, так же, как и наоборот. Это общий вид естественно-научного познания. Не пугайтесь таких абстракций, я приведу более конкретный и наглядный пример. Из области психофизиологии. Причем, интересно то, что нас, повторяю, не интересует отдельный субъект. В моем случае пример такой. Как? Ну, вообще хочется ответить, что никак не связано. Но, как минимум, так, common sense, да, здравый смысл, нам подсказывает, что, ну, наверное, гении они головастенькие должны быть. И мы можем предположить, что у гениев размер мозга существенно выше средних значений. А средние значения нам хорошо известны. По популяции мы это знаем. Масса мозга человек составляет примерно 1300-1350 грамм. Стало быть, нам нужно просто взять эти две группы. Группу обычных обывателей, да, людей, которые не имеют никаких выдающихся способностей, и группу гениев. Я очень люблю это слово, потому что оно совершенно неопределенное. Не ясно, что такое гений. Это не высокоинтеллектуальный человек, это не креативный человек. Это просто ерунг, который мы навешиваем на человека, который внес существенный вклад в культуру. Но все-таки слово расхожее, поэтому буду пользоваться им. Соответственно, нам нужно представить, а какова масса и объем мозга среднестатистического гения? Вообще, уже словосочетание среднестатистического гения хорошо звучит, тоже оксиумарон, как живой труп. Но мы набираем такую статистику. Вот у нас есть определенная группа. Я только нескольких приведу. Тургенев, головастенький был, 2 килограмма. Тяжело, наверное, было. Только у Байрона был мозг еще больше, там, по-моему, 2400. Бехтерев, я думаю, что это известный вам персонаж. Кант, Менделеев, Павлов. Но наука ориентирована на то, чтобы выявлять законы. А закон – это взаимосвязь, которая оказывается верной в 100% случаев. Такое бывает очень редко. Чем сложнее объект и предмет нашего исследования, тем меньше вероятность того, что связь будет 100% во всех случаях. Но, во всяком случае, мы можем предположить, что хотя бы некоторая тенденция будет обнаружена. Закон может опровергнуть лишь один факт, который не укладывается в гипотезу, общую тенденцию. И всегда такие люди, которые подгаживают концепцию, попадаются. Ну, по нему видно, конечно. Однако, повторяю, мы изучаем общие свойства. Нас не интересует ни Бехтерев, ни Кант, ни Менделеев, ни Павлов, ни Эйнштейн в отдельности. Они нам с их творчеством, с их индивидуальными особенностями совершенно безразличны. Мы ими пренебрегаем. И знаете, что тогда получается? Тогда получается, что если мы обобщаем общие, выводим некоторые фундаментальные свойства для всей этой группы, то оказывается, что у гений мозг больше, чем у среди статистического человека. Они действительно головастики. Однако, если психология является такой наукой, а действительно она является, и в этом, можно сказать, большая гордость, потому что психология выводит закономерности протекания психических процессов. С помощью каких методов? Это отдельный вопрос, я сейчас поясню. Есть законы восприятия, законы памяти, законы мышления, законы формирования черт характера, которые характерны для всех людей. Но если бы психология была только естественной наукой, а она, получается, таковой является, она использует, естественно, научный подход, принципы и методы, тогда психологическая практика была бы невозможна. Почему? Ну, представьте себе замечательное явление. Вы занимаетесь психологическим консультированием, и к вам приходят, допустим, два человека в один и тот же день, чисто гипотетические. И предположим, что они и оба этих человека приходят с одинаковыми запросами, и они обладают одинаковыми свойствами. Ну, например, пусть это будут две женщины. У них одинаковый возраст, им лет 35. У них два ребенка. И первая и вторая работают, ну, например, работают бухгалтером. Они замужем, и у них проблемы в отношениях со старшим сыном. Ну, допустим, у первого и второй тоже сын. То есть, по всем закономерностям они должны быть одинаковы, потому что для них действуют одни и те же свойства, что характерны для всех женщин, для всех людей 35 лет, для всех матерей, для всех жен и так далее. Стало быть, какие рекомендации мы должны дать и первой, и второй? Абсолютно одинаковые. Ну, потому что они же по всем параметрам совпадают, являются идентичными и ничем не отличаются. Но я думаю, что не надо ждать ответа. Вы все скажете, что это абсурдно, это несостоятельно. Потому что они отличаются. Мы этого можем не замечать, но они уникальны. И в этом смысле, естественно, научный подход оказывается, ну, не то чтобы несостоятельным, но недостаточно мощным. Потому что он нацелен не на уникальные случаи, а на общие закономерности. Наверное, одними из первых на это обратили внимание психологи-гуманисты, за что им большое спасибо. И поэтому мы имеем другой подход. Гуманистический. Была и психология, которая была ориентирована только на естественно-научный подход. Ну, в качестве такого примера можно привести всем хорошо, наверное, известный бихевиоризм и его постулаты. Потому что, обратите внимание, если мы рассуждаем подобным образом, что психолог изучает только закономерности психики и таким образом может объяснить человека, то замечательное следствие из этого есть. Вы прочувствуете просто прелесть концепции. Что означает объяснить? Это означает предсказать. Ну, собственно говоря, это мы уже с вами выразили. Предсказать. То есть, сделать понятным. Но одно дело, когда ты предсказываешь какое-то объективное явление. Ну, например, я знаю закон всемирного тяготения и знаю расстояние до поверхности пола, я могу предсказать, через сколько мгновений какой-то объект достигнет его. Ну, знаю, массу и так далее, все прочие характеристики. Я предсказываю объективное явление. Но что, если речь идет о живом существе? Это означает, что если я предсказываю чьё-то поведение, я этого субъекта лишаю свободы воли. Ну, потому что свобода воли предполагает некоторую спонтанность. Причем спонтанность не только для внешнего наблюдателя, но и для самого субъекта. Вам когда-нибудь случалось отчебучить что-нибудь такое, что вы сами не могли предсказать? Да наверняка. Это нормально. В этой спонтанности вообще квинтэссенция жизни и радость от непредсказуемости. Но если мы базируемся только на естественно-научной ориентации и на монотетическом подходе, мы должны отказать человеку спонтанности. Мой любимый пример. Представьте себе, что вы крутые психологи, а я стою перед вами, срываю из себя одежду и начинаю танцевать какой-нибудь зажигательный танец. Вы должны все совершенно спокойно сидеть, смотреть на меня, кивать головами и говорить, ну да, все логично. Не удивил. Потому что вы знаете все закономерности, которые характерны для меня. Для мужчин определенного возраста, психолога по образованию, это было бы предсказуемо. Но это не так. Человек, как и любое живое существо, обладающее психикой, непредсказуемая система. И даже во ее все закономерности, а это едва ли когда-либо будет возможно, мы не сможем предсказать конкретно его. Мы можем предсказать только в определенном диапазоне. Это то, что нам дает естественная наука. Ну, строго говоря, как про всех вас, я могу многое что сказать. Даже мне не нужно знакомиться с каждым из вас по отдельности. Ну, я могу сказать, что, наверное, в течение ближайших 12 часов вы, скорее всего, примете пищу. Или с большой долей вероятности, сегодня ночью вы ляжете спать. Ну, или, может быть, в течение нескольких десятков часов вы сходите в туалет. И так далее. Тут много вариантов. Я это предсказываю. Но я же не могу сказать точно, в какой момент это событие свершится. Значит, только естественно-научного подхода недостаточно. Естественные науки не позволяют нам полностью все предсказать. И это прекрасно. И это дает нам пространство для еще небольшой надстройки над естественно-научным подходом. Это подход гуманистический. Психологи гуманистической ориентации как раз и утверждали, что да, человека можно изучать вот в этой Декартово-Ньютоновской парадигме, объяснять его. Но все равно есть пространство для спонтанности. Они принимали это как аксиобу. И скорее всего это действительно так. Человеческое поведение полностью невычислимо. А это означает, что мы не можем просто объяснить. Мы должны понимать. Обратите внимание на схемку, да? Мы понимаем не какую-то большую группу, мы понимаем уникального субъекта, который обладает какими-то специфическими, свойственными только ему особенностями. Давайте по аналогии с естественно-научным познанием я приведу и схему гуманитарного познания. В данном случае мы начинаем отталкиваться от прямо противоположного конца, от субъекта. Причем не объект, именно субъект. Ну вот к нам пришла эта самая дама на консультацию. И мы знаем, что допустим, да, ну как минимум она человек. А стало быть, как любой человек, она обладает определенными свойствами. Множеством. Здесь у меня одно свойство, на самом деле множество, которые касаются и его психических свойств, и состояния и так далее. Она является женщиной, и у нее есть определенные свойства, и половые гендерные особенности. А она является матерью. У нее есть свойства, которые характерны для всех матерей. И допустим, у нее есть свойства, которые характерны для всех людей 35 лет. Ну и так далее. Но на основе суммации всех этих характеристик я делаю очень интересный вывод. Я делаю вывод о том, что она обладает некоторым свойством F. Абстрактно. Которая не сводима ни к одному из вышеперечисленных, ни к одной из вышеперечисленных групп является совершенно уникальным, характерным только для нее. По сути дела, гуманитарное опознание это то же самое, что естественно-научное, только применительно к уникальному случаю. В науке даже есть такое понятие, как case study. Только здесь надо еще добавить то, что для психологов как раз естественно-научной ориентации очень трудно признать. Это не объяснение, а это понимание. А понимание, уж извините, это не только наука, это еще и в значительной степени искусство. Но для того, чтобы понимать, вы все равно должны знать общие закономерности, которые выводят в данном случае общая психология. Приведу еще, это мой любимый пример, вы уж извините, засовываю его везде, где можно, не могу удержаться. Из той же самой психофизиологии пример с конкретным. Ну давайте назову его гением, пусть будет так. Как Маяковский писал стихи. Ну, я думаю, мало кто будет спорить, с тем, что он геярин, можно поспорить, но с тем, что он писал совершенно необычные стихи, я думаю, что здесь бесполезно. Они совершенно уникальны. Как он это делал? И вот для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам надлежит изучить и учесть все объективные свойства, идеологические, психические, которые характерны для всех людей, но которые в нем проявляются совершенно уникальным образом, считаются так, как ни у кого другого. То есть в 1930 году Маяковский покончил с собой. Есть много спекуляций на этот счет, но он все-таки выстрелил себе не в голову, а это прекрасно. Он выстрелил себе в сердце. То есть мозг остался цел. И, видимо, может быть еще тепленьким, его привезли в совершенно уникальное научно-исследовательское учреждение, которое было в нашей стране. Это институт мозга. Институт мозга был создан для доказательства, объективными методами гениальности одного конкретно взятого человека. Нет, не Маяковского, Ленина. Но заодно исследовали и Маяковского. У Маяковского был большой мозг. И если в среднем 1350, то у него было 1700 грамм. Голова стенки был. Как минимум это гарантировало то, что у него была прекрасная память, потому что память, как мы хорошо знаем, она не локализуется в каких-то отдельных сетях. Задействуются все структуры коры, да и не только коры. И действительно, ему не требовалось постоянно носить с собой кучу всяких записных книжек, тетрадок, блокнотов. Он запоминал все свои стихи. Его также отличало стремление выделиться. Он был очень эпатажным человеком. Разными способами он пытался этого достичь, как, может быть, некоторые из вас знают. Он занимался изобразительным искусством, но на этом поприще славы себе не снискал. И поэтому подался в поэзию. Однако, когда у него спрашивали, как вы пишете свои стихи, он говорил, вот для меня сочинить рифму и стихотворение, написать все равно, чтобы выплывить тонну стали, по-моему, так он говорил, или чугуна, точно не помню. Но с большим трудом, как работа тяжелой промышленности у него это было. Он говорил, я не могу представить, как это некоторые поэту прям просыпаются посреди ночи, и из них вот это вот льется потоком. Для него это было тяжело. И когда изучает его мозг, оказывается, очень интересная особенность. Вот эти области... Так, у меня показывает. Нет, указки. Ого, пола указка. Так, не работает почему-то она у меня здесь. Область, области префронтальной коры я вот так вот покажу, и надеюсь, вы не будете возражать. Префронтальная кора. Лобные доли у Маяковского были маленькие. Почему они были маленькие? Даже в сравнении с долями людей, у которых объемы массы мозга были меньше, даже у кого было 1400, еще меньше. А там, в частности, находятся зоны брака, центр письма. То есть, те области, которые, в принципе, являются, ну, если так сказать, профессионально важными для людей, занимающихся публичными выступлениями, для писателей, для поэтов, для ораторов. А у Маяковского они были маленькие, а он был поэтом. То есть, он, получается, не имел задатка для этой деятельности. И многие современники обращают внимание на то, что он любил публично выступать, но экспромт ему давался с большим трудом. Ему очень часто не хватало аргументов, когда он ввязывался в споры и спускался даже на личные оскорбления. И в этом отношении, получается, у него не было никакой предрасположенности к тому, чтобы писать стихи. Но вот области теменно-височной доли у него были весьма обширные. В частности, та область, которая называется префронтальный король. Она отвечает за координацию крупных движений, за моторику. Она очень важна для людей, которые занимаются спортом, например, сложными движениями, или которые занимаются танцами. То есть, Майковский просто не туда подался, на самом деле. Но он был поэтом. И свои стихи он писал совершенно уникальным способом. Он писал их на ходу. Он покидал свое жилище и шагами мерил улицы и площади города. И сначала, ходя таким образом, задавал определенный ритм. И только затем на этот ритм нанизывал слова и лифтовал их. Предположительно, он подключал для этой деятельности теми на височной области, которые вообще-то совершенно не предназначены для данной функции. Но, когда вы ходите на двух ногах в определенном ритме, то вы активизируете эти области мозга. Но, ходить на двух ногах, процедура достаточно простая. То есть, на 95% они свободны и ничем не заняты. И, возможно, он их подключал для того, чтобы писать стихи. Они вообще, повторяю, для этого не предназначены. Это все равно, что перфоратором зубы чинить. Но у него получилось. Ведь в данном случае гениальность Маяковского скорее не в том, какие стихи он писал, а в том, как он их писал. Если прочитать многие его произведения, то там действительно встречается вот этот вот феномен движения постоянного бега, ходьбы, прыжков и так далее. И это его действительно уникальная особенность. Что мы только что сделали? Мы поняли Маяковского. Мы при этом его объяснили, но в том смысле, что мы привлекли объективные знания, данные, которые были получены на других людях, применили к нему. Но то, как именно в этом уникальном человеке для обеспечения его уникальной деятельности эти особенности констеллировались, объединились, больше никуда это не применимо. Вот что означает понять. В этом смысле можно заключить, что да, психология – это гуманитарная наука, но просто тот факт, что она гуманитарная, это не является унизительным. Это наоборот повод для гордости, повод сказать, что она естественна, и еще к этому есть небольшой бонус, дополнительный. В этом отношении это всегда вызывает гордость. Психология – более сложная наука, чем физика, чем химия, чем биология, потому что предмет нашего исследования сложнейший. Ну, это я что-то задержался на втором мифе. Идем дальше. Следующее. Субъективность психологических методов. Ну, или, можно сказать, даже жестче. Спекулятивность психологических методов. Очень часто мы исходим из того, ну, по крайней мере, обыватели полагают, что психолог – это тот, кто работает вербально, тот, кто лечит словом. Ну, подойдите к любому человеку на улице и спросите, психолог – это кто? И он вам опишет типичного психоаналитика. Нет, я не хочу сказать, что методы психоанализа спекулятивны. Я имею в виду то обстоятельство, что за сестую в массовом сознании есть очень нелестное представление о методах психологии. То есть о том, как мы добываем эти объективные знания и, в частности, понимаем человека тоже. Это не только слова. Но для того, чтобы разобраться с методами психологии, надо немножечко коснуться предмета и объекта психологии. И здесь множество разных нюансов. Сюда же относится еще один миф, полагающий, что психология – это некоторая магия и колдовство. Знаете, когда общаешься с людьми совершенно далекими от психологии, то реакция, как правило, двух типов. Первая реакция – «О, ты психолог, ты все обо мне знаешь, ну-ка расскажи». Вторая реакция – «О, ты психолог, ты все обо мне знаешь, не подходи ко мне». Суть примерно та же самая. И это классно, потому что, когда ты идешь учиться, то ты чувствуешь, что вот ты пришел на психфакт, сейчас тебя допустят к сакральному, будет какое-то посвящение. Там даже клятва психологов есть, представляете? А доучившись до курса третьего, ты понимаешь, что это рутина. Что психология – это такая же рутинная деятельность, которая требует кропотливого использования выверенных, проверенных методов, для того, чтобы получить знания, которые иногда, пардон, и так понятны. Ну, то есть зачастую, когда вы проводите различные психодиагностические методики, вы понимаете то, что и так ясно по человеку. Как один мой коллега говорил, я предпочитаю определять уровень интеллекта человека не по тесту IQ, а по выражению лица. Да, но только тут есть один большой нюанс. По выражению лица, наверное, достоверно, но не объективно. Нам все-таки нужен объективный подход. Поэтому психология далека от магии. И, к сожалению, а то было бы замечательно. Хотя, справлюсь ради, я здесь очень коротенечко скажу, есть больная тема. Действительно, в нашей стране, в России и на законодательном уровне очень часто психологам относятся так же, как к магам, к экстрасенсам, к гадалкам и так далее. Потому что особо нашу деятельность психологов не регламентируют. А это означает, что если нас не ограничивают, то считают, что мы не способны причинить вред и мы не способны причинить благо. То есть мы ничего не делаем. Это не так. И это мнение является результатом стереотипного мышления, как ни удивительно. Итак, разберемся с объектом и предметом психологии, а заодно и с сущностью психики. Наверное, это квинтэссенция моего сегодняшнего выступления, потому что она как раз и позволяет осуществить ликбез. Скажите, пожалуйста, психика, сознание, она материальна или нет? Ну, здесь две точки зрения. Есть группа философов, которые утверждают, что вообще не надо говорить материально или нематериально, просто не существует этого. Нам кажется. Все остальные принимают факт того, что психика нематериальна. И в этом отношении появляется интересный аспект. Психика упорядочивает определенный процесс. Но мы не можем изучать ее напрямую. Мы не можем напрямую с ней взаимодействовать. У нас нет душемеров, как у Стругацких. Недопустимо. Психика проявляется только лишь в определенном процессе. Косвенно, опосредованно. Процесс, который объективно существует и который мы можем наблюдать. Он называется поведение. Вся совокупность двигательных актов, которые я осуществляю, поведенческих. А психика есть информационная организация этого процесса. И таким образом мы можем сказать, что объектом психологии является поведение, а предметом психика. Ну, или сознание, если вам угодно. Или ментальные, когнитивные процессы, бессознательно, неважно что, но всегда это исследуется опосредованно. Стало быть, мы применяем свои методы к поведению. Это метод эксперимента, это метод наблюдения, который является в данном случае общенаучными. И если вы изучите и посмотрите знаменитые психологические эксперименты, то вы увидите, насколько они, я позволю себе это слово, смачные, а не вкусные, потому что там действительно выявляется интересная закономерность. Но не только поведение может являться объектом. Также о психике нам может сообщить что-то сама внешняя среда. Ну, то есть, глупо говоря, для того, чтобы понять, что представляет собой личность человека, нужно изучить процесс его становления и учесть, в какой среде он появился на свет, где он вырос, с кем контактировал, кто его воспитывал, какими трудностями он сталкивался. Это накладывает отпечаток. С другой стороны, психика возникает в процессе взаимодействия организма и внешней среды, а для этого резонно изучить и генотип, и фенотип, и всю морфологию человека, и все процессы, протекающие в его морге, в сенсорных системах и в целом в организме. Это тоже оказывается информативно. Также, и это как раз прелестно, мы можем изучить психику человека, который уже ушел из жизни, взаимодействуя с продуктами его деятельности. Для этого есть специальные методы контент-анализа, ну, метод анализа продуктов деятельности, это более широкое понятие. То есть, получается, у нас достаточно много различных объектов, посредством которых мы можем психику реконструировать. Мы всегда ее реконструируем, напрямую она нам недоступна. И здесь можно, да, сказать, что психика это кейсимулятор, который создан, который является умозрительным, но мы его так постигаем. И тогда оказывается, что количество разнообразных методов психологии весьма обширно. Мы можем, во-первых, использовать объективные методы фиксации двигательных актов, использовать полипозиционное наблюдение. Во-вторых, мы можем изучать продукты деятельности с помощью различных специальных тестов. И я на всех случаев объясняю, если это и так непонятно, что психологические тесты это не то, что 15-летняя школьница, прошнувшись поутру, решила сочинить за чашечкой чая 15 вопросов кто-то из фильма «Матрица». Это не психологический тест. Психологический тест должен быть валютизирован, стандартизирован, он должен быть выверен. Это долгий процесс его создания. С другой стороны, мы можем изучать физиологические процессы. И здесь нам медицина и биология дают огромный арсенал методов. Это и классический энцефалограф, это и магнитно-резонансный метод, это изучение физиологических процессов, протекающих в нашем организме. Единственное, что надо учитывать, это один из вариантов, один из источников информации. Также мы можем изучать саму среду, повторяю, в которой человек проявляет свою активность. И вот все это в совокупности позволяет нам реконструировать психику. Самое интересное, что сейчас действительно психотехнологии, как их можно было бы назвать, носит характер аппаратурных методов, которые достаточно хорошо слажены. И требуется достаточно серьезная подготовка для того, чтобы человек мог их применять, а еще больше, еще более сложно правильно их интерпретировать. Поэтому такие данные оказываются неспекулятивными. Конечно, есть некоторые нюансы. спроявлюсь и ради надо заметить то, что действительно воспроизводимость психологических данных оказывается очень низкой. то есть, грубо говоря, я провел эксперимент, получил определенные результаты, а затем мой коллега на другом конце мира провел точно такой же эксперимент, желая проверить, правильно ли я все сделал. И что вы думаете, он получает совершенно другие данные. Но это, скорее всего, свидетельствует не в пользу того, что я такой шарлатан и искажаю что-то. Скорее, это признак того, что мы взяли немножко разных испытуемых, может быть, чуть-чуть отличались условия, и поэтому результаты иные. Но это не говорит в пользу того, что у нас не объективные методы, это лишь свидетельствует о том, что у нас очень сложные объекты, надо более тщательно выверять подход. Но это дело будущего. Тем не менее, методы психологии действительно носят объективный характер. В данном случае она стоит на одном уровне с естественными науками. Хотя, повторяю, всегда держите это в своем сознании, еще добавляем вот этот гуманитарный понимающий подход. Идем дальше. А, ну да, здесь надо признаться, психология страдает от того, что Олег Семенович Шелгоцкий в свое время назвал кризисом. Увы. Психология страдает, а может наслаждается. Я уж не знаю, кто как поймет это. От того, что у нас нет четкой демаркационной линии между все-таки естественно научными подходами, то есть, ну проще сказать, научными подходами, которые соответствуют принципам верифицированности, фальсифицированности и так далее. И, я осторожно скажу, маргинальными направлениями. Маргинальными, то есть околонаучными. Ну, здесь можно в качестве примера привести, чтобы не обидеть никого, трансперсональную психологию. Может быть, вы знаете, что это такое. Самый, наверное, именитый персонаж в этой области Станислав Гроуф, который использует метод холотропного дыхания, а до этого он использовал метод ЛСД-терапии. просто потом ЛСД запретили, и вот он перешел на холотропное дыхание. Это метод, который позволяет несколько изменить физиологические процессы, протекающие в мозге. И когда он это делает со своими пациентами испытуемыми, они у него потом, возвращаясь в тело, рисуют совершенно необычные и удивительные картины. И он говорит, вот, это трансперсональная психология, это выход за пределы тела в иные миры, которые вы здесь видите изображенными. Физиологи говорят, да нет, слушай, просто вот так, вот так, вот так, вот так, физиология мозга иная, поэтому сенсорные процессы иные, поэтому ассоциативный ряд совсем другой, ничего сверхъестественного нет. Он говорит, они улетают в другие миры. И тут, да, конечно, не поспоришь, но в этом плане они не стремятся к научности. Сюда же можно отнести, например, какую-нибудь святоотеческую психологию, которая стремится интегрировать научные достижения и религиозные верования. И таких направлений достаточно много. Но, возможно, это период созревания молодой науки. Кризис еще не изжил себя. Хотя, можно наметить интересные тенденции. Если в начале XX века мы действительно имели огромное количество направлений и модальностей, как-то классический психоанализ, бихевиоризм, гештальпсихология, гуманистическая психология, потом еще и когнитивная, то сейчас мы наблюдаем интеграции, когда, казалось бы, совершенно противоположные тенденции по своим тенденциям школой создают что-то общее, как, например, этология, бихевиоризм и психоанализ, или бихевиоризм и когнитивная психология. То есть, они начинают стыковаться, поэтому можно предположить, что действительно намечается тенденция к интеграции. Но это болезни роста, от них никуда не деться. Следующий, ну, миф такой простой. Затем идти к психологу, если каждый человек уже сам себе является психологом. Ну, как сам себе стоматолог, в этом отношении да, есть такое понятие, широко известно, мы все с вами житейские психологи. Имплицитно мы не стремимся выдвигать какие-то гипотезы и делать заключение и выводы. Это происходит само собой, естественным путем. Ну, то есть, грубо говоря, общаясь с вашими родными и близкими, вы строите гипотезы о том, как с ними себя лучше вести. Вы обобщаете и вы знаете, что если вы совершили какой-то поступок, стоит или не стоит говорить, а если стоит сказать, то каким образом? Это, в общем-то, функция нашей психики, быть психологами. Один из исследователей, когнитивный психолог Джордж Келли, прямо так и сказал, каждый человек является исследователем, он строит гипотеза о внешнем мире, но тут есть существенное отличие между обычными людьми и житейскими психологами, с одной стороны, и психологами, которые претендуют все-таки на научность, на то, что мы аккумулируем знания, которые уже больше, чем наш индивидуальный опыт. В чем больше? В том смысле, что обычно, когда мы говорим о человеке, как психологи, многие говорят, вот я пошел учиться на психолога, потому что все спрашивают у меня советов, я люблю давать советы, но это непрофессионально с точки зрения психолога, я уж не знаю, нужно это пояснять или нет, ну потому что, как это бывает, вот пришла одна дама к своей подруге и говорит, слушай, как ты думаешь, у меня ребенок шести лет, стоит его отдать в детский школу, или не стоит, а подруга так чешет лоб и говорит, слушай, ну я своего отдала два года назад, и нормально, ты тоже отдавай, вот совет, но мы хорошо знаем, что в этом отношении советы давать дело неблагодарное, потому что это твой ребенок, это твой опыт, а у меня совсем иное, и это не учитывается, конечно же, поэтому у нас существует проблема отцов и детей, поэтому у нас существует невоспроизводимость вашего индивидуального опыта, ваша психика неотчуждаема, только ваша, и передать ее невозможно, а мы, когда мы говорим о научной психологии, все-таки претендуем на то, что мы не даем советы, ну с натяжкой даже, это можно назвать рекомендацией, но когда мы рекомендуем, например, отдавать или не отдавать ребенок в школу, я продолжаю этот пример, мы исходим из того, диагностика с помощью опять же тех же самых выверенных методов конкретного ребенка, и у нас есть статистика, также добытая не только нами, а целой группой коллег, и исходя из этой статистики мы можем спрогнозировать, как ребенок с такими индивидуальными особенностями адаптируется к школе, есть такой процент вероятности, есть такой процент и так далее, это уже не опыт одного конкретного человека, а опыт целой группы исследователей, то есть профессионалов, которые всю жизнь профессионально каждый день этим занимаются, однако я все-таки хочу обратить внимание на то, что научная психология никак не заменит житейскую, она все равно будет актуальна, ну здесь вот этот замечательный пример, видите, молодой человек спрашивает у старика, как это, после 70 лет совместной жизни вы все еще умудряетесь называть свою жену дорогая, любимая и сладкая, в чем секрет? а он ему отвечает, видите, видишь ли, дело в том, что 10 лет назад я потерял память, забыл, как ее зовут, и поэтому, чтобы не выдавать себя, я использую вот эти выражения, никакая научная психологическая концепция не объяснит вам, как себя вести в такой ситуации, это только уникальный опыт, и в этом отношении, да, житейская психология все равно могущественна, но они не конкурируют, они скорее дополняют друг друга, о да, это, наверное, мой любимый миф, как я обычно говорю, знаете, когда я был маленьким ребенком, я думал, что доктора не болеют, они же доктора, точно так же считается, как ты можешь быть психологом, если у тебя у самого есть внутрилючестные конфликты, у тебя же должно быть все гармонично и непротиворечиво, ты такой, как здесь, психомен, во-первых, у тебя всегда хорошее настроение, ты готов всегда помогать в любое время суток, причем давать советы или хотя бы рекомендации такие, которые всем понравятся и захочется исполнять, ты обязательно читаешь мысли, ну или во всяком случае понимаешь, что хочет каждый другой человек, и просто фактом своего присутствия ты делаешь всех более счастливыми, но это не так, к счастью или к сожалению оказывается иногда прямо наоборот, диаметрально противоположное, ты отучился сколько там, 4-5, сколько кто, лет на психологическом факультете и ты о себе столько всего интересного узнал, как произведение «Трое лодки, не считая собаки», когда прочитал медицинскую асклопедию и нашел у себя все, кроме родильной горячки, то же самое, когда начинаешь проводить диагностику, то выявляешь, что у тебя все виды психопатии присутствуют, и это нормально, это означает, что ни одна явно не присутствует, и в этом отношении да, конечно же, мы должны быть психоменами, только лишь в случае консультации своей профессиональной деятельности, и да, конечно же, мы должны соблюдать психологическую гигиену, но это совершенно не означает, что у нас не может быть внутрилличественных конфликтов, это неизбежно, и это совершенно нормально, единственное, что, конечно, когда к вам приходит, вы являетесь психологом, и к вам приходит клиент, вы должны выступать, вот как ты психологи, в этом смысле да, потому что если он к вам приходит, начинает рассказывать, вот, у меня такие-то внутрилличественные конфликты, у меня такие страхи, я беспокоюсь, я испытываю неприятные эмоции, а ты ему говоришь, не, подожди, а сейчас я тебе расскажу, а у меня ты как, все вообще плохо в этой жизни, так делать нельзя, но это уже этические аспекты работы, но в данном случае понятно, что постоянно так функционировать невозможно и не нужно, поэтому по аналогии с ты же инженером, ты же программистом, ты же врачом, ты же психолог, это иллюзия. Ну, я не знаю, вот нужно ли этот миф развенчанить, или все-таки в массовом сознании его уже, в принципе, не существует, но, по крайней мере, общаясь со студентами психологами, я вижу, что они уже знают, что это не одно и то же психолог и психиатр. один является врачом, другой врачом не является, хотя, это, кстати, важно, обязательно психологи изучают и клиническую психологию, изучают симптоматику, изучают патопсихологию, но не для того, чтобы заниматься лечением, а для того, чтобы знать рамки нормы. мы работаем с нормой. И когда к нам приходит в этом отношении клиент и говорит, что вот есть такая-то особенность моей психики, она мне не нравится. Ну, например, мне не нравится, что у меня шкаф стоит в одном углу, я хочу переставить его в другую у себя в квартире. И то, и другое норма, просто дело вкуса. И я понимаю, что вот если этот шкаф стоит здесь, он загораживает мне проход. Это можно сделать, но это не является патологией. Даже клинический психолог все равно работает в данном случае, как это ни удивительно, с нормальными проявлениями только у людей, которые имеют определенный диагноз. Тем не менее, не взирая на приставку «пси» и там, и там, мы не врачуем. И в этом отношении, ну, позвольте талику субъективизма привнести, норма гораздо интереснее патологии, потому что она гораздо разнообразнее и сложнее. и мы работаем не на то, чтобы избавить человека от симптоматики, а тончайшим образом ориентируемся на его запрос, на его представление о благе. Хотя фундаментально сейчас мы считаем, что и врачи, в принципе, должны делать так, не просто лечить болезнь, но повышать качество жизни. Но если это верно для врачей, то это является обязательным, в данном случае, и для психологов. Мы работаем с нормой. Психолог решает проблему и делает людей счастливыми. Знаете, очень часто возникает такая иллюзия, что ты приходишь к психологу, и это такой классный парень, который он тебя всегда поймет. Он всегда даст тебе руку помощи, и он сделает так, чтобы тебе было хорошо, чтобы ты ушел от него с улыбкой и с пониманием того, что жизнь прекрасна. Вы когда-нибудь видели, в каком состоянии люди уходят от психологов? Нет! Зачастую все еще хуже, чем было. Это не означает, что психологи это такие гады, которые мучают людей и упиваются этим? Нет, конечно. Но просто по аналогии в данном случае с медициной, для того, чтобы что-то излечить, нам нужно это расковылять. В данном случае, повторяем, мы не лечим, но человек приходит чаще всего с тем, что он считает проблемой. Мы переформулируем, конечно же, запросы, говорим, что вот у вас есть определенное качество, которое вам не нравится, а поэтому вот сейчас мы его вытащим, вот оно какое, посмотрите, вот какой вы прекрасно вам нравится, нет, ему не нравится, он несчастен этим. Ему приходится с этим работать, ему приходится с этим мириться, контактировать, это очень неприятно. При том, что считается, во всяком случае, основной эффект достигается между сеансами, не в тот момент, когда вы занимаетесь консультацией или терапией, а между этими актами. И человек выходит загруженный, ему тяжело. именно поэтому многие клиенты прямо убегают от психологов после первого же сеанса, после первой же встречи, потому что думают, что это за садюга такой. Но в действительности все-таки мы можем сказать, что это не миф, мы делаем людей счастливыми. Вернее, лучше сказать так, мы помогаем людям сделать себя счастливыми. Коль скоро речь идет о норме, и то, соответственно, большая часть ответственности лежит на плечах самого человека, его представления о себе. И единственное, да, это, кстати, тоже очень важный момент и, наверное, миф, который может быть отнесен сюда. Очень часто многие, ну, скажем так, непрофессионалы считают, что психолог это тот, кто лечит душой или просто помогает своей душой. Представьте себе, если вы в свою душу будете впускать каждого клиента. Они там натопчут, нагадят, и я уж не буду говорить, что будет еще. Это ненормально. Нельзя впускать себе в интимное пространство своих представлений и переживаний каждого клиента. Невозможно. Иначе в ином варианте у вас будет профессиональное выгорание, деформация, что тут же недопустимо и нежелательно для любой сферы работы человек-человек. И поэтому, когда мы говорим, очень многие также говорят, что вот для психолога профессиональное важное качество эмпатия. Эмпатия очень полезна, но эмпатия это буквально тенденция прочувствовать другого человека так же, как и себя. Это надо делать дозированно. Если вы будете прочувствовать каждого клиента, будет тот же самый вариант, который я описал. вы не своей душой, в прямом смысле слова, работаете. Вы, как и любой хороший профессионал, обладаете определенными знаниями, умениями и навыками, которые сдаете в аренду на определенное время. Вы с душой подходите к делу, потому что вам интересен этот человек и этот случай, но вы не впускаете его в интимное пространство. Своё. И в этом смысле психолог решает, нет, нельзя сказать, что он решает проблему. Потому что чаще всего люди приходят с бытовыми запросами. Ну я муж-козёл, у меня дети-придурки, а начальник так вообще гад последний. Я в порядке, мир не в порядке. Чаще всего этот запрос приходится переформулировать, потому что оказывается, что здесь мы можем работать только с вашей психикой. И это изменение психических феноменов. по факту в связи с этой работой человек приходит к тому, что он решает свои проблемы. Возможно, если работа идётся в нужном направлении, но мы же не моем за человека пол у него дома или не устраиваем его на работу. Он это делает сам. Людям зачастую не нравится. Мне был такой случай, когда клиент говорит, слушайте, а вот было бы классно, если бы вы могли меня ввести в состояние наркоза, скрыть душу, что-то там поделать, потом зашить её, и всё было бы нормально. Так не получается. Наверное, к счастью, и неслучайно Фрейд в своё время отказался от метода гипноза, потому что именно одним из аргументов было то, что человек фактически находится в изменённом состоянии сознания, и он пассивен, а это недопустимо. Мне уже пора закругляться, я смотрю, по времени, но на самом деле этих мифов ещё тысячи, 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 тысячи. Можно перечислять их до бесконечности. Тут ещё небольшой списочек, от которого можно отталкиваться дальше. Ну, например, есть точка зрения, что человек использует только 10% своего мозга. Замечательная концепция, и в этом отношении непонятно, нет, понятно, откуда она появилась. Уильям Джеймс говорил о том, что человек использует только 10% своего потенциала, но не мозга. Вячеслав Савельев на эту тему замечательно высказался, что, наверное, этот миф придумали те психологи, которые реально используют свой мозг на 10%. Это печально. Мы используем свой мозг, и как раз современные методы и томограммы, в частности, показывают, что на 100% просто области активны по-разному, функции распределяются. Что есть правые, левополушарные люди. Что, например, когда вы занимаетесь творческой задачей, пишите картину, сочиняете музыкальное произведение, ваяете скульптуру, то тогда у вас активно правое полушарное. А когда вы ломаете голову над математической формулой, это левое полушарие. Это, к счастью, полная туфта. Мозг повторил, активен весь, если уж говорить так. Просто функции распределяются несколько по-разному. И, кстати, очень интересно, отличаются правши и левши друг от друга в этом отношении. Но так просто сказать, что два полушария совершенно автономно, конечно, некорректно. Очень часто задается вопрос, что, когда мы говорим о психических феноменах, нас интересует тема того, как соотносится биологическое и социальное, или, лучше сказать, заданное генетически наследуемое и приобретенное. Есть такая отрасль психологии, как психогенетика, которая как раз-таки и изучает вопрос наследуемости отдельных психических свойств. Но самый главный вопрос, с которым надо здесь разобраться, я пару слов скажу, наследуется ли психика, может ли психика передаваться генетически? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно вспомнить определение психики. Их много, разных, но, как правило, мы говорим, что психика это субъективная репрезентация объективной реальности, неотчуждаемый от вас образ. Думайтесь, неотчуждаемый, то есть интимно только ваш, психика ваша никому не передастся. Это ставит жирный крест на том, чтобы читать ваши мысли и на том, чтобы передавать ваши мысли, характер, темперамент, индивидуальность по наследству. Нет, невозможно. Однако, как мы знаем, в основе работы психических феноменов лежит работа физиологических процессов. А физиологические процессы это белки, в конечном счете, которые у нас в организме функционируют. А белки состоят из аминокислот. А аминокислоты кодируются генами. Стало быть, если генетически создается и конструируется тот механизм, на базе которого строится психика, наше тело, я имею в данном случае, психика фундируется на физиологии тела, то косвенно это влияет. И мы можем изучить, в какой степени действительно гены определяют будущее, те или иные свойства. Ну, например, наследуемость темперамента весьма высока, это хорошо известно. А когда мы говорим о характере, об акцентуациях, то здесь все сложнее. Мой любимый пример про богатый внутренний мир. Есть точка зрения, что психологи изучают внутренний мир. Замечательно, коль скоро мы с вами уже убедились сегодня, что психика нематериальна, можно соответственно спросить, а где она находится, психика? Ну, если вы подумаете, то вы заметите, что сама постановка вопроса некорректна. потому что вопрос где, это вопрос к материи. Ну, вот можно сказать, что экран находится позади меня, а вы спереди, справа, слева, снизу пол, сверху потолок. Но я, как материальное тело, и вокруг меня материальные объекты, а психика нематериальна. И на это указывал еще Вунт. Он говорил о том, что невозможно применить свойства протяженности к тому, что не имеет протяженности. Психика не имеет ни одного физического свойства, поэтому она не может находиться где-то. Но мы все с вами, и это простительно, немножко фетишисты. Мы эволюционировали от таких животных, которые опирались на наглядно действенное мышление, и они опирались на то, чтобы взаимодействовать с конкретными предметами. Поэтому нам важно очень представить, что вот какой-то даже сложный феномен, он с чем-то связан. И мы поэтому говорим, подумай головой. Или у меня в голове. Нет, вы не думаете головой. Голова участвует, мозг в этом участвует. Без мозга думать сложно, но нельзя сказать, что только мозг. Правильно сказать, у меня в сознании. Осознайте, мыслите. Хотя это тонкости, но как я люблю говорить, весь ваш богатый внутренний мир, это вот я попил, не буду давать рекламу энергетик, вот у меня это сейчас часть моего внутреннего мира. Потом это перестанет быть моим внутренним миром. Мои бактерии симбионты, это тоже мой внутренний мир, но психики там нет. Ну и так далее, и тому подобное. еще можно продолжать эти аргументы и про то, что мужчины и женщины отличаются друг от друга очень сильно почему-то. И про то, что полиграф этот детектор лжи, коим он, конечно же, не является, и множество других аргументов. Я думаю, что сейчас останется время на вопросы, если кому-то будет интересно, я смогу дополнительно прояснить. Но полагаю, что все-таки самую главную задачу я сейчас смог выполнить, хотя бы дать общее представление о психологии путем-то борьбы с мифами о ней. И на этом я заканчиваю. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо.